Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Деяний, перевод Международного библейского общества, 26 глава, речь Павла на суде. Вот Павел все по судам да по судам, да, его сначала арестовали в Иерусалиме, потому что иудеи хотели его убить, и римский комендант Иерусалима решил, что лучше пусть он посидит под стражей, чем начнется мятеж. Потом отправил его к наместнику в Кесарию, это город, где, собственно, резиденция римского наместника. Наместник Феликс его там мариновал два года, надеясь от него взятку получить или хотя бы развлечение. Пришел новый наместник Фест, и тут Павел потребовал суда в Риме. Обладая римским гражданством, он имел эту привилегию, потребовать суда личного императора. И Фест, да, согласен это сделать, но прежде чем его отправить, он зовет, собственно, знать местную. Плюс приезжает из Иерусалима царь Ирот Агриппа, который правит в Иерусалиме, сам он из Адумейской династии, ну, в общем, иудейский, скорее, царь, да. И для Павла это возможность поговорить со всей местной знатью сразу. И как он будет говорить? Тебе представляется возможность говорить свою защиту, объявил Агриппа. Павел поднял руку и начал свою защитную речь. Формальная речь на суде, да. Царь Агриппа, я счастлив, что могу сегодня защищаться перед тобой против всех обвинений иудеев, тем более, что ты хорошо знаком с обычаями и спорными вопросами иудеев, поэтому прошу тебя терпеливо выслушать меня. А формально он подсуден ими на Агриппе, потому что Иерусалим — это территория Агриппы. Иудеям хорошо известна моя жизнь среди моего народа в Иерусалиме от самой юности. Они давно знают меня, если только захотят, могут засвидетельствовать о том, что я жил как фарисей, принадлежа к строжайшему направлению в нашей религии. То есть вот я из ваших. Более того, я очень ревностно исполнял религиозные эти требования. Сегодня же я стою перед судом за надежду на обещание Бога, данное нашим отцам. И, собственно говоря, меня и судят за мою веру. И это та же самая вера, не новая. Исполнение этого обещания надеются достичь 12 родов нашего народа, день и ночь ревностно служа Богу. За эту надежду царь, представители нашего народа меня обвиняют. Почему вы считаете невероятным то, что Бог воскрешает мертвых? Вновь он бросает, но уже не с фарисеем Судакеем, с ними он особо и не разговаривал, что все на Дреоне, когда его судили, а бросает те идеи, которые очень широко и горячо обсуждаются. Вот там были бы католики и православные, сказал бы, Филеоквы мы обсуждаем. Вот что-то такое, что все знают, и вот это звучит, как такой удар в колокол. Я верю в воскресение мертвых. К саддуке они верят, а я верю. Вот я вместе с фарисеями верю. Но этого мало. Он добавляет к этому что-то очень важное свое. Я тоже считал, что должен всячески противодействовать имени Иисуса из Назарета. Этим я и занимался в Иерусалиме, получив полномочия от первосвященников. Я отправлял в темницы многих святых, и когда их приговаривали к смерти, я подавал против них свой голос. Я часто наказывал их в синагогах, чтобы заставить их богохульствовать. Я был так разъярен на них, что преследовал их даже в чужеземных городах. То есть я, опять-таки, один из тех, кто ревностно гнал христиан. Один из вас в прошлом. Что же случилось? Смотрите, у нас вот была одна история, которую пересказывали. Это про то, как Петр пришел в Кесарию к римскому сотнику. Но она там сразу была пересказана. Один раз, а потом еще один. А вот тут история обращения Павла. Она пересказана снова и снова. Сначала Павел пересказывал ее перед толпой в Иерусалиме, теперь перед элитой местной, прежде всего царем Агриппой. Очевидно, потому что это очень важно. Потому что это тот самый опыт, который создает церковь, который показывает, каким образом гонители становятся последователями. «Однажды с этой целью я отправился в Дамаск с полномочиями и поручением от первосвященников. И на пути туда в полдень, царь, я увидел свет с неба, который светил ярче солнца. Он осиял меня и моих спутников. Мы все упали на землю. Я услышал голос, который говорил мне по-еврейски. «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня? Трудно тебе идти против рожна». Рожон – это такая палка с заостренным концом, которым пихали быков, чтобы их погонять. Что-то вроде бича. Ну и если эта палка тебе направлена в грудь, как ты на нее будешь напирать, ты только себе в грудь ее будешь загонять. Вот это значит идти против рожна. «Я спросил, кто ты, господин? Я Иисус, которого ты преследуешь?» – ответил Господь. «Вставай на ноги, я явился, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я тебе еще покажу. Я спасу тебя от твоего народа и от язычников, которыми я тебя посылаю, чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы грехи их были прощены, и чтобы они тоже были среди тех, кого я осветил верой в меня». Вот он пересказывает. И сразу же в этом пересказе он уточняет, что Господь его предназначил для служения язычникам, что вот эта важнейшая тема деяний – иудеи и язычники соединяются в церкви. Вот здесь это, собственно, служение Павла для того и началось. «Царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. Я проповедовал вначале тем, кто был в Дамаске, потом в Иерусалиме и по всей Иудее, а затем и язычникам, чтобы они раскаялись, обратились к Богу, и чтобы их дела послужили доказательством их покаяния. За это представители нашего народа исхватили меня в храме и хотели убить. Но Бог до сегодняшнего дня помогает мне, и вот я стою здесь и свидетельствую малым и великим. Я не говорю ничего сверх того, что предсказали пророки и Моисеи, а именно, что Христос должен был перенести страдания и первым, воскреснув из мертвых, известить свет и нашему народу, и язычникам». Соответственно, он связывает свое служение с пророческим служением Ветхого Завета. То есть это все продолжение священной истории, это не новая секта, это вот исполнение веры Израиля, его надежды. Когда он таким образом защищался, Фест прервал его. «Ты не в своем уме, Павел!» – закричал он. «Большая ученость довела тебя до безумия». Да, слишком все сложно. Проще объявить это все полной ерундой. Павел ответил. «Уважаемый Фест, я не сумасшедший, и то, что я говорю, истинно и разумно. Царю знакомо все это, потому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это происходило не в углу. Царь Агрия, ты веришь пророкам? Я знаю, что веришь». Вот уже прямая проповедь лично царю Агриппе. «Ты думаешь, в такой короткий срок и меня сделай с христианином?» – сказал Агриппе. Павел ответил. «Каким бы этот срок ни был, коротким или длинным, я молюсь Богу, чтобы не только ты, но и все, кто слушает меня сегодня, стали такими, как я во всем, кроме этих цепей». Да, он в оковах. Царь поднялся, с ним поднялись наместник, вереника и те, кто сидел с ними. Понятно, когда это уже прямой вызов, вот будьте христианами, я молюсь о том, чтобы вы ими стали. Но лучше на него напрямую не отвечать. Они вышли, говорят друг другу, этот человек не сделал ничего, заслуживающего смерти или темницы. Можно было бы его освободить, если бы он не потребовал суда у кесаря, сказал Агриппе Фесту. Вот потребовал суда у императора, все, с этим уже ничего не поделаешь. Павел отправляется в путь, путь будет непростым, об этом 27 глава. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok